МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационный обзор этой недели. О событиях в городе готовы рассказать корреспонденты Оркинмедиа. С вами Оружанка Айнаровна. Начнем. Открытие купального сезона. С 1 июня в Балхаше официально открыт купальный сезон. Памятник педагогу-просветителю. Памятник с изображением учителя нации установили перед школой номер 25 имени Эбрая Алтенцарина в микрорайоне Кунрад. Радостный праздник. Балхарские ребята отметили праздник на площади Жастар. На этой неделе 31 мая отметили День памяти жертв политических репрессий и голодомора. Мероприятие, посвященное этому дню, прошло у памятника, посвященное жертвам политических репрессий. Монумент Бильга посетили представители местной исполнительной власти и гости из других стран. Литовцы и японцы, специально приехавшие на мероприятие, вспомнили тяжелые дни своих предков, проведенные в Балхашлаге. Мама и отец мой, они были заключенными в Балхашлаге 48-го года по 55-й. В этом лагере была отдельная мужская зона и женская. Они не были знакомы до этого и не были знакомы во время заключения. Они просто познакомились уже в ссылке в Караганде. Там поженились, я там родился. Ну и первый раз, как-то все время хотелось приехать, посмотреть Казахстан, эти места. И первый раз мы приехали в 90-м году. Тогда была большая экспедиция бывших политзаключенных со своими семьями, около 60 человек. Отец оставил воспоминания о всех этих. Я пытаюсь издать в этом или в следующем году. Да, он много рассказывал, как они рисовали Балхашский дворец культуры. Там отделочные работы делали литовцы. Там все все знают и в музее есть книги. В 2004 году группа архитекторов под руководством Альгиша Вишнюнаса и Витаниса Рудокоса совместно с Акиматом возвели на территории Балхашлага несколько памятников из Красного Камня. Следует отметить, что у отца Альгиса Вишнюнаса была реликвия, связанная с Балхашлагом, которое он завещал сыну. Гражданка Литвы вспомнила своих родителей. По ее словам, эти места напоминают о сложном периоде. У нас был бункер вождев Румановского Сванога и его за Святой Казмиратес в нашем доме. И потом его сняли и посадили в тюрьму. И он был в Калиме, сидел в лагерях, в Магадане и другие. Да, да, в Россию. А потом ее в Красноярске. Уже ссылка была в Красноярске. И потом он встретился с мамой, которая тоже была сильная. Так я уже плакала, потому что мне очень грустно за эти люди. Я родилась уже в Литве, но отец не мог еще жить в Литве. Он ехал в Белоруссию, из Литвы, но уже не хотели возвращаться в Литву. Так они приехали. И я вот вспомнила все про это, как им было, и как они голодали. И как ваши люди тоже голодали. Так все. Он написал книгу. Шалемер-Тес, ближе к смерти. И есть и фильмы на английском языке. На языке есть русский фильм. Поставим фильм, но по английскому языке и по литовскому языке. Может, мы тоже будем, надо делать на русском языке, чтобы увидели побольше людей, знали. Так и очень приятно, что ваше государство помогает, что здесь памятники стоят. Аким Города Сапар Сатаев встретился с одаренными детьми города. В ходе форума победители и призеров Олимпиад, научных проектов и международных конкурсов наградили специальными дипломами. В форуме, организованном во Дворце школьников имени Агыбай Батыра, приняли участие Аким Города, председатель городского Маслихата, заместитель Акима Города и руководитель отдела образования. Мероприятие началось с книжной выставки в рамках проекта «Читающая школа». В рамках форума гости подробно ознакомились с работой учащихся. Были организованы выставки творчества школьников по направлению рукоделия и искусства. Предоставлены проекты, которые стали призовыми на областных конкурсах. Также состоялась выставка живых скульптур в облике великих героев. Учащиеся, организовавшие выставку, показали гостям работы, сделанные с помощью мобильного приложения. В основной части мероприятия «Жизден жиры» Кманнан Тулпар Аким Города Сапар Сатаев поздравил учащихся у учителей с достижениями. Курметті оқушылар, устаздар, атаналар! Бүгінгі қаламыздың мектебінде сондық конраусы оқу жылы аяқталды. Баршаңызды оқу жылының ресми аяқталуымен құттықтаймын. Баңа қалқымыздың білімді жетер мұратқа деген өсиетті маңыздылығы күннен күнгі арттыруда. Баға қалқымыздың олимпиадың байқауларда, байқауларда жетерің, әуізге елдермен тендің айқтыңдайтың көрсеткіш. В этом году 20 учащихся наградили специальными дипломами. Это победители и призеры олимпиады научных проектов международных конкурсов. Талантливую молодежь, которая представляет наш город на спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, поздравил председатель городского маслехата Ахат Муслымов. Специальными дипломами награждены семеро учащихся победителей международных республиканских дебатных турниров, военно-патриотических соревнований и конкурсов искусств. Также награды получили семь учащихся. Они стали лучшими на международных конкурсах искусств и чемпионате автомоделирования. Специальные награды получили еще шесть школьников. Это призеры спортивных чемпионатов, в том числе греко-римской борьбе, шашкам, легкой атлетике и конкурсу юных спасателей. Общеобразовательная школа номер 9 Кабу Али. Третье место республиканского турнира. Четвертый кубок Найза. Город Алматы. Награды получили из школы, которые обучали одаренных детей. Пять образовательных учреждений Балхаша получили кубки и специальные дипломы от руководителя городского отдела образования Карл Гашту Бербековой. Али Парабия артындағы жауіп білімбереки мектебі. Бірінші орын. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мероприятие завершилось праздничным концертом. АПЛОДИСМЕНТЫ Памятник с изображением учителя нации установили перед школой номер 25 имени Бырая Алтынсарина в микрорайоне Кунрад. Учебное заведение с 80-летней историей получило имя казахского педагога-просветителя 21 мая 1965 года. Высота монумента 3,5 метра, ширина 2,5. Он был воздвигнут при спонсорской поддержке выпускников школы. Его торжественно открыл руководитель Кунрадского рудника Марат Токжанов и представитель городского маслехата Ахат Муслымов. Из стен школы выпустились кандидаты наук, генералы, учителя, квалифицированные и образованные специалисты всех сфер. Один из выпускников школы – ветеран Мараток Жанов. В 1977-87 годах он учился в Политехническом институте города Алматы. Затем устроился на работу на Коунрадский рудник. В последующем стал его возглавлять. Я выпускник школы номер 25 имени Абрая Алтинсарина. Окончил школу больше 30 лет назад. Сегодня проходят мероприятия. Открытие памятника Абраю Алтинсарину и также учащиеся отметили последний звонок. Желаю сегодняшним молодым выпускникам доброго пути, достижения своих заветных мечтаний и поступления в желаемые учебные заведения. В этом году 14 выпускников получили дипломы и вступили во взрослую жизнь. Для них это особое событие. Последний звонок прозвенел им последний раз. Одна из выпускников – отличница учебы Аяжан Ордабаева. На ИНТ она набрала 128 баллов. Аяжан поздравила всех с праздником и пожелала доброго пути. В этом году я оканчиваю школу и желаю своим одноклассникам удачи впереди. Пусть ваше будущее будет светлым. Желаю выпускникам 2024 года успехов на тестирование. Огромное спасибо моим родителям, учителям, близким друзьям, родственникам, которые разделяют важное для меня событие рядом со мной. С 1 июня С 1 июня в Балхаше официально открыт купальный сезон. По словам специалистов водно-спасательной службы, в настоящее время температура воды безопасна для погружения. В прошлом году на территории Карагандинской области утонули 15 человек, в том числе 6 родителей. А на озере Балхаш погибли 5 человек. Основными причинами несчастных случаев являются нетрезвое нахождение на озере, дети, оставшиеся без присмотра родителей и купания в неположенных местах. В связи с открытием купального сезона, силы и средства спасательного подразделения города Балхаш готовы к купальному сезону. Впрочем жителей и гостей города соблюдать меры безопасности на воде, не купаться в нетрезвом состоянии, не оставлять детей без присмотра взрослых. Имеется административная ответственность по статье 364 Кодекса административных правонарушений Республики Казахстан, где будут законные представители привлекаться к ответственности. Не подплывать близко к маломерным судам, к лодкам, катерам, не заплывать за буйки или не пытаться их переплыть. Купаться только в разрешенных местах. Разрешенные места у нас в районе Барковского, то есть на территориях зоны отдыха, также в поселках Чубар-Тубеки и Тарангалык. И в городе Балхаш городской пляж. В Балхаше определено 7 мест, неразрешенных для купания и забора воды. Это район городской дамбы, соленое озеро, теплое течение Техснаб, поселок Римбаза, набережная дачного сообщества Актаз и садоводческое общество Белый Камень. Также хотелось бы напомнить, что за несоблюдение правил безопасности на воде нарушители будут привлекаться по статье 412 Кодекса о административных правонарушениях Республики Казахстан. То есть купание в запрещенных местах. Маленькие жители Балхаша отметили свой праздник на площади Жастар. Для ребят выступил кукольный театр, а персонажи из любимых сказок пели и танцевали. Кульминацией праздника стало сладкое лакомство – мороженое, которое раздавали всем детям. Кульминацией праздник на площади Жастар. Кульминацией праздник на площади Жастар. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ко дню защиты детей ТО «Тран Кобалхаш» открыл свои двери для детей своих сотрудников. Экскурсия прошла на станции локомотивного вагонного депо для 20 детей. Субтитры создавал DimaTorzok Тран Кобалхаш Осет Каукенов и председатель профсоюзного комитета Светлана Леонова. Они поздравили маленьких гостей с праздником. Дорогие ребятишки, поздравляю вас с днем защиты детей. Желаю вам здоровья, ну, наверное, раскрывать свои творческие интересы, развивать свой интеллект. Самое главное – удачи вам и везения. Наверное, хорошо отдохнуть на каникулах, но хорошо учиться уже в следующем году. И самое главное, чтобы у вас было мирное и счастливое детство. Мне приятно, что наши дети работают, можно сказать, наши коллеги работают в нашей компании. Это наше будущее, наше открытие, которое завтра будет вести эту же компанию. Так же, как родители, да, так же, как мамы, папы работали здесь, они даже будут продолжать свои профессиональные качества. Хочу вас всех поздравить с днем защиты детей и пожелать, как вам, дети, как вам, родителям, нашим коллегам, счастья, удачи, крепкого здоровья, счастья. Чтобы пройти на территорию компании, нужно ознакомиться с инструктажом по технике безопасности. Ребята наглядно увидели, как нужно и как не следует себя вести на территории организации. После вводного инструктажа они переоделись в форму и отправились на увлекательную экскурсию. Совместно с коллегой экскурсию на железнодорожном транспорте «Транку Балхаш» провел старший специалист по развитию персонала Лидия Лемдясова. Она ознакомила детей с разными профессиями и показала, чем заняты их родители на работе. Ребята заглянули на рабочее место дежурного в заводской, который командует всем движением происходящего на станции. То есть, куда бы ни поехал тепловоз, мотовоз, какой бы монтёр пути не прошёл, без дежурного подстанции никто и никуда проехать не сможет. «Атификация вышла локомотива ТМ-2, который...» «Потанизировано...» «Самый данный колёс». На учебном полигоне экскурсоводы представили устройство железнодорожного пути, локомотивов и их виды. Дети изнутри рассмотрели кабинку тепловоза, расспросили помощников машиниста об их работе и сделали памятные фотографии. Следующая точка экскурсии – учебная аудитория, где проводят технические занятия для персонала. Учиться приходится не только детям, но и их родителям. А для интересного времяпровождения экскурсоводы провели занятия в форме игры. За правильный ответ ребят угощали сладостями. Также с помощью макетов, сделанных руками сотрудников, рассказали о развитии и производстве электровоза и локомотива. «Порельсам вдоль бегут, везде встречают их и ждут. Что это?» «Световод». «Порельсам вдоль бегут. Вагоны, конечно! Молодец!» Стоит отметить, что мероприятие организовано в рамках челленджа «Юный железнодорожник», который проходил в два этапа. Первый – фотоконкурс с участием детей работников в форме или специальной одежде их родителей. А второй – в целях популяризации профессии железнодорожника состоялась познавательная экскурсия. Участникам конкурса от лица компании вручили памятные подарки. Участникам конкурса от лица компании вручили памятные подарки. Участникам конкурса от лица компании вручили памятные подарки. это какие были эти загадки посмотреть на макет какой я узнала что есть электрические поезда и просто встреча организованная отделом по управлению персоналом совместно с профсоюзной организацией косы курган проводится впервые станет доброй традицией сегодня мы организовали мероприятие этого чтобы показать нашим деткам где мы работаем чем мы занимаемся то мы работаем всегда больше всего времени проводим на работе хотелось бы конечно чтобы наши дети понимали где мы проводим все это время то надо приходишь из ваш папа ты откуда пришел да мы с работы там так далее но чтобы уже понимали было понимание мы для этого воспользоваться сегодняшним днем и организовать деткам детям нашим маленькое мероприятие на этом мы завершаем выпуск смотрите новости на канале ежедневно в 20 15 и в любое время на сайте орган медиа до встречи в эфире и и и и и и и